Там кровь, там кусок крови, аккуратно, не надо открывать, не открывай, не надо, там что-то красное, это не лак для ногтей. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на мой канал Телекоплей, я Наташа, мы с вами сегодня начинаем играть в Эрику. Это игра по типу интерактивное кино, мы с вами такие игры любим на нашем канале, так что сегодня добавим еще одну игру в копилочку. Поэтому не забывай подписаться на мой канал, тыкни мне лайк авансиком, ну а мы с вами начинаем новую историю. Я думаю, что мы скорее всего будем проходить эту игру несколько раз, сначала на одну концовку, потом на какую-то другую. Сюжет игры интерактивен, вы увидите лишь один из возможных путей, но ни один не ответит на все вопросы. Спасибо, посмотрим какие вопросы и ответы найдем мы с тобой. Зажигалка, о май, ну давай черканем, я умею черкать, потому что я черкашка. Какая-то маленькая девочка сидит у камина и что-то там делает. Возможно, она будет сейчас заниматься вудуистикой. Видишь, она поджигает лампадку. Как мне ее поджигать? А, вот так, хорошо. Поджигаем лампадочку. Ой, какой красивый лиловый огонь. Интересно, как вы так подкрасили? Это небесные фонарики. Понятно? Что-то надо покрутить, да? Ну давай, я покручу. Я чувствую, это нас погубит. Ладно. Тогда страдаем. Дальше что надо делать? Какой-то музыкальный аппарат. Сейчас включим Чайковского и начнем слушать песенку. Я так думаю, что нам надо опустить вот эту иглу. А, вот она где была. Я не понял. Сейчас будем устраивать для куколок наших балл. Маскарад. Не надо нюхать эту гадость. Фу, зачем ты это нюхаешь? Завтра. Эрика. И ты. Заю. Это опасно. Так, стоп. Субтитры включил мне. Завтра. Ну ладно. Готовы? К чему? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дель. Хорошо. Это моя мама? Она была там медсестрой, а я врачом. Так, это моя мамка. Ну, вроде бы симпатичная. Я, видимо, пошла в маму. Мы рассказывали друг другу истории. Какие? Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом. О верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Которую могла видеть будущее в огне. О, она забеременела. Это я там. Это я в животике лежу. Я говорил, что она волшебница. А ты кудесник. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Давай. Выбери фотографию. Какая нравится. Ну, мама нравится. Беру маму. Ой, она живет. Она улыбается. Смотри, фотография жила. Закрой глаза. Соберись. И призови на помощь силу древней жрицы. Древняя жрица, приди. Попробуй угадать нужный снимок. Я вообще-то не экстрасенс. Сейчас, подожди. Руки потру. Сейчас. Магия рептилии. Я сейчас учую. Я чувствую. Сейчас, подожди. Я ничего не чувствую. Кажется, я бесполезный кусок дерьма. Ладно, давайте посередине берем. Ха! Нифига, я не ведьма. Да. В своих снах и сказках. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. А, это вот эта бабочка? Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Твою смерть. О! Я вижу дверь. Это я, типа, будущее, да, вижу? То, что произойдет. Это же прикольно. Ботек. Помертвый. С кишками наружу, вроде бы. Или это пупок. Нормально так узрели мы с тобой, я хочу сказать. Зачем? Что это за знак? Как-то она слишком неэмоционально переживает смель своего отца. Ну, сдох и сдох. Не понял. Это женщина! Это женщина! Это моя мама, наверное, была. А это я, уже выросла. Видишь, какая красотка. Сексуальная бояшка с каре. Тиктокерша, наверное. Потому что у нее такая прическа, как для тиктока современного. Стильная и молодежная. И модная. А где твой поп-ит и симпл-димпл? Фу, ну вечно вот главные герои живут в какой-то антисанитарии. Вот что же... Ну, что она здесь сделала? Жарила картошку? Что это за кахаряшки? Или она срала на кран? Что она делала? Типа, смотри, все обделано говном. Сюда бы люду мазок почистить. Давай, я протру. Ой, какая я испуганная. Знаете, она сейчас здесь была на Эмилию Кларк, похоже. Которая из Игры Престолов. Отпустить, принять, оправдать, поддержать. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Ну, я не знаю. Давайте отпустим. Ну, это был просто страшный сон. Все прошло. Там кто-то над нами ходит. Сосед какой-то. У меня тоже есть соседи, которые очень громко ходят. Прям бесят. Ой, она рисовальщица, да, художница. У нее там глаза какие-то. Кажется, кто-то блюет. Там вечеринка, скорее всего. Ну, поднимай глазок! Там кто-то блюет. Там челка блюет. Ой, наблевала нам в подъезде. Я могу выйти? Давай дернем ручку и скажем ей открыть. Давай поговорим с ней. Извините, вам помочь? Я добрая это самое. Помочь, давайте. Вам чем-нибудь помочь? Не надо. Я блюю себе под дверь. Я потом сама уберу. Мы предложили помощь. Мы, как всегда, отыграем пока что хорошего персонажа, который дофига правильный. Ой, я кажется, там видела трусики. Или шортики. Она такая красивая девочка. Симпатюлечка. Симпатичнее мамки сто раз будет. Вот эта фотография, которую мы с тобой выбрали. Это мой дневник. Дорогой дневник. Сегодня я нарисовала какую-то хрень. Это мой папа. А это какая-то тень, которая его убила. А это моя мама. Жрица. Жаловливая блудница. Ой, я рисую рисунок. Так, пока что это больше похоже на полоску. Положительный тест на беременность. А-а-а, я поняла. Она рисует тот символ, который видела у отца на груди, который ему вырезал убийца перед папиной смертью. Ну, или во время смерти. Блин, неудобно немного управлять. У меня мышка уходит вот в этот экран. Похоже на какой-то забор. Или буквы Ж. Ж жопа. О, убийство. Лоуэр. Убийство. Опа. Там кровь. Там кусок крови. Аккуратно. Не надо открывать. Не открывай. Не надо. Там что-то красное. Это не лак для ногтей. Там, Ават, не бери. Не бери. Не бери. Не бери. Нас потом это в тюрьму. Не надо. Не открывай. Там уже все протекло. О. Рука. Это была чья-то рука. О, полиция. Здрасте. Главный следователь по этому делу. Да. А он не что такое? Надо к нему подкатить. Можно взглянуть. Я потом отдам. Ну пусть. Пусть смотрит. Пусть, пусть. Ну, дай ему. Нет. Подожди. Как я не понимаю? Отдать. Вот, отдать. Даем ему посмотреть. Пусть посмотрит. Это же следователь. Нельзя утаивать ничего. Ну, когда приход. Это ведь греческий символ. Пойду навстречу. На медальоне был такой же. Вот. Рука принадлежала Акалу Джохару. Я не знаю, кто это. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. Давай расскажем историю. Кто там работал? Ты знаешь, что он основал Дельфы? Блин, бабочка реально у нее такая красивая. А может в опасности я? Не, ну мне нравится этот детектив. Я буду ему говорить все как есть. Все по правде. Слушай, над Эльфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Уверен? Мне кажется, ни хера. Что? А, я зачем-то привезла страницу. Просто на нее посмотрела и забыла. Меня привезли в Дельф. В место, которое основал мой отец. Красивый такой особничок. Видно, что это какой-то пансионат либо благородных девиц, либо психушка. Что тут из этой категории. Делаем ставки. Но я тут бывала в детстве. Значит, ряд ли это психушка. Психушки обычно просто так. Ты не побудешь в гостях. Значит, это какой-то просто пансионат. Но выглядит красиво. Ничего не скажешь. А вот там вот герб как будто Гриффиндора. Десять очков Гриффиндору. Что это такое? А, это я воспоминания. Воспоминаю. Как мы с батьком пришли сюда в первый раз. Он открыл мне двери, чтобы показать, что здесь живут кто-то. А теперь меня привел сюда второй мужик. Какое странное совпадение, да? Два мужика подряд приводят меня в это интересное место. Что бы это могло значить, да? Официант! Алло! Ну дай. Потереблю. Что ты мне запретил? Мне нравилось. Играть на нервах. Наверное, они вышли покурить. Жди здесь. Я сейчас. Не надо! Не оставляй меня одну! Мало ли тут какие извращенцы обитают. Куда пошел? Вернись! Я все тебе прощу. Пока похоже на какой-то отель, если честно. Судя, потому что я вижу. Там он картина моего отца. Ну пошли ее посмотрим. Видимо, у меня других вариантов пока что нет. Отец и этот дядька. Наверняка он тоже меня знает. У них очень много картин. Тут мамка вон моя есть. Еще мамка. Вон куча мамок. Куча каких-то девочек. Это, наверное, какой-то пассионат с девочками. Может, здесь одни девочки и всякие уборщики. Так, что надо? Все, я посмотрела. Все. Все смотрела. Ой, там у кого-то Хэллоуин, походу. Девки развлекаются. Так, у меня сейчас, походу, будет выбор. Пойти за девочками или взять телефон. Не, ну как бы это не мне звонят. Пошли за девочками. Я пойду за девочками. Я не буду брать телефон, который принадлежит не мне. Мало ли там это какая-нибудь. Арифлейм! О, смотри, какие красивые маски. Зайцы, лисы и козы. А вон там вот кто-то есть. Вот тут вот. Я хочу туда. А можно я пойду туда? Там определенно кто-то есть. Там определенно кто-то шевелится. Маски-то я их издалека посмотрела. Хэллоуин говорит, что ее лучше не беспокоить. В процесс лечения лучше не вмешиваться. Это мне плевать. Я хочу ее видеть. Он мне обещал. Тебе нужно успокоиться. Ты устал. Перенервничал. Господи, Роза. Люди умирают. Ему руку отрезали. А у нас голяк. Не отпечатков. Не свидетелей. Как убийца попал внутрь. Что вы делаете? Я просто ходила. Никаких документов. Никаких записей о ней. Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря я вообще куда-то ходил. Он меня пугает. Уже поздно. Мы для него лишняя забота. Да и день сегодня нервный. Ну, а же ему можно, я надеюсь, доверять тому чудесному обаяшке пацану? Пацану. Где ты, кто и бабы-тарахто? Главный следователь. Я жду доктора Баллард. Прошу прощения. Мы все устали. Сержант Блэйк. Меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором. Вы знакомы. Он сказал, что он там кого-то хочет видеть. Это Эрика Мэйсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Да. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Я просто скажу спасибо. Все хорошо. Спасибо. Я благодарна вам за заботу. Вот им я не доверяю. Они какие-то мутные. Не люблю вот этих женщин. Женщина выглядит очень мерзко и противно. Они что-то вдвоем-то мутили. И я им не доверяю. Я буду ей вам максимально врать и говорить гадости. Ты меня, наверное, не помнишь. Ну и слава богу. Я работала с твоим отцом. Работала. В детстве тебя часто со мной оставляли. Ты любила искать привидений в подвале. Нет, я не люблю. Извините, я вас совсем не помню. Я была маленькая. Ничего. Тогда я... Пойдешь нахер. Гораздо симпатичнее. Да, сейчас ты страшная карга. Вот такой быть. Может, ты будешь здесь. Спасибо. Может, даже узнаешь место. Что? Я что вам? Этот, что ли? У меня там третья чакра, что ли, открывается в мозгу, чтобы я все помнила. Вот вы, конечно, интересны, ребят. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Угу. Это администратор был, да? Со странной татухой. Мне она не понравилась. Он тоже был какой-то мутный. Это, наверное, комната моей мамы или папы? Да, комната отца, видать. У него тут фотография мамки висит, да? Как у нас прозревает, да, иногда все-таки мозг наш. Ну, давай полезем в отца вещи и узнаем что-нибудь то, что бы нам совсем не хотелось бы знать. Ну, мы же такая любопытная Варвара. Потом нам оторвут нос. Ну, поднимайся. А, это, видимо, этот, как-то, патифон, граммофон. Ну, вот что-то из этой категории. Можно музыку включить. Я даже знаю хорошую песню, называется «Девочка летсплей». Так, а что? А, вот так, ага. Дерни за веревочку, Верочка откроется. И тут у нас что лежит? Скорее всего, пластинки или что-то типа из этой категории. Да, пластинки. Так, я выбираю пластинку. Выберу сейчас самую усранскую, да? А, вот эту с бабочками, да, мы возьмем. Ту, которую слушал отец. Я думаю, что он ее неспроста слушал. Наверное, это была его любимая. А, история, что-то там про дельфы было. Мне кажется, это специальная какая-то пластиночка. Которая что-то там делает. А, мы ее в детстве слышали. Это где завтра? Завтра. Я поем песни Завтра. А я умру. Что написано? Эрика. А, ну это типа такое начало. А зачем я это шкрябала? С иркулем еще. Господи, подзатыльник тебе надают за это. Ты что делаешь? Ой, как-то стрёмно звучит, что дядя Лусьен под кроватью оставил мне подарок. Зачем? Кукла? Зачем мне эта кукла? Могли бы там айфон подарить или что-то типа из этой категории. Нахрен мне ваша кукла. Она в домике такая прям интересная. Кукла Даша, кукла Зина, положу тебя в корзину. Ой, какая она. Что, тоже ей татуху набили? О-о-о. Она прямо как ты. Че за крепота? Зачем мне такие подарки? Извините меня, пожалуйста. Я этого не понимаю. О! Я, походу, начала видеть. Я открыла себе третий глаз и снова увидела батька убитого. Кто же его пришил и зачем? Зачем? О, он жив. Дай посмотрю лицо. Да это телка. Я тебе отвечаю. Это какая-то телка. Это 100% телка. Ну, я не знаю какая. Че, месячные пошли, что ли? Живот держишь? Заболела? Ну, че, наступило утро. Я нас поздравляю с вами. Добрый вечер. А вернее, добрый день. Комната у нас получше, чем у нас. По крайней мере, она не засрана. Пыльновато немножко. Можно было бы сделать уборочку. Зеркало такое старенькое. Как я могу посмотреть свой живот? Зачем-то. А могла просто выйти. Но я люблю смотреть в зеркала. Томно. Переживая о том, что у меня что-то там на животе. Че это за хрень? Я ночью ударилась, да? Зачем я ночью ударилась? Может быть, я с кровати упала на что-то? Либо кто-то пытался отбить мне почки. О, женщины. Не-не-не-не-не-не. Только не ковер. Тут чисто. Ладно. Хорошо, сумасшедшая. Я обойду. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь. Убираться без присмотра нельзя. Но она хочет убираться, да? Те, она хочет быть уборщицей. Хи-хи. Той самой знаменитой уборщицей. Тут кто-то музицирует. Наверное, очередные девочки. Да? Вон, смотри, какая-то деваха сидит. Она... О, а это плохая. Что? Ничего. Прости. Так я и думала. Чё? Привет. Привет. А нормально то, что она курит в этом помещении, и никто без тонны не вставит? Когда ты уж сдохнешь, Хан. Что ты играешь? Это... Дельфийская ария. А написал её... Кто-то. Не знаю, кто. Все, короче, играют в эту дельфийскую арию. Садись. Я тебе кое-что покажу. Что ты мне покажешь? Вот, видишь? Тут всё просто. Четыре ноты. Пам-пам. 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 Хи-хи. Нет, не так. Ой, я забуду. Я не помню. Господи. Женщина, я не умею играть. Я сломалась. Все, теперь я пианистка. Пойду выступать на большой сцене. Её раздражает, что я не умею играть. Ой, у тебя кровь пошла. Тёть, у тебя кровь из носа. Переиграла, что ли? На тебе салфетку. Ой, фу. Мне кажется, у неё туберкулёз. Что вы делаете? Что б тебе, Кирсти? Нет, нет, нет. Никакой уборки. Никакой уборки без присмотра. Кирсти, всё хорошо. Они не против. Нет, нет, нет. Нет, не смей. Это запрещено. Кирсти, успокойся. Нет! 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 Чё за истерия? Эй! Не надо её колоть. Или ты уже уколола? Пришёл сержант Блэйк. Тебя ждут в администрации. Слушай, у неё там шприцы какие-то. Ну, я вроде бы помогла ей ничего не сделать. Теперь она будет моей подружкой. О, дядька, привет. Узнал меня? Чё? А то ты не знал, что я тут приехала, да? Как будто тебя не уведомили, да? Ты похожа на мать. Я тебя ещё совсем малышкой помню. Ещё скажи, что у тебя моя фотография стоит. Я Русин Флаверс. Коллега и друг твоего отца. Ну ладно, ты мне куклу подарил. Так, шибыть скажу. Я тебя помню. Я помню. Вы подарили мне куклу. Надеюсь, я с ней угадал. Нет. Я люблю айфоны. К этому месту привыкаешь не сразу. Что за человек за столом? Я буду всё спрашивать. Да, надо бы его уволить. Это он себя ведёт как мудак. Я знаю, тебе трудно здесь находиться. И это немного, но у меня кое-что есть. Опять кукла? Хватит дарить мне своих кукол. Мне это неинтересно. Что это? Твою мать подарила это твоему отцу. А, Жига. Я её уже видела. Я с ней в детстве игралась. Я её чиркала. Она ещё работает? О, смотри, работает. Теперь я смогу курить Сиги на заднем дворе. Не смог выкинуть. Привет. О, это кто? О, это мужчина же сержант пришёл. Я сейчас общался с криминалистами. Так. Давай как-нибудь помогу. Я могу как-то вам помочь. Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Нет, только не нюхать. Я не знаю, чего вы от меня хотите. Это метод терапии. Ооо. Он был разработан твоим отцом. Это не больно. Опасности никакой. Я не могу. Простите. Эрика, послушай. Слышь, не надо. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Не хочу я опять нюхать этот дым и вот это всё. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ладно, я тебе помогу. Ладно. Уломал, уломал. Но потом ты мне за это кое-что дашь. Ладно, я согласна. Послушная девочка, это я. Ну, на этой ноте давайте с вами закончим. Пишите, как вам эта игра понравилась, не понравилась. Мне пока что нравится. Надеюсь, что вам тоже. Не забывай подписаться на мой канал. Поддержать меня лайком. А с тобой была я Наташа и Эрика. Увидимся. Пока.